Диана Коныгина Диана Коныгина Одни причины мы можем устранить или минимизировать, а с другими можем только смириться. Екатерина, расскажите подробнее о причинах. Первая причина – это, конечно, погода. Контраст погоды дает о себе знать. Летом у нас солнечно, ярко, тепло и сухо, а осенью сыро, холодно, серо, солнечного света практически нет. Здесь нам ничего не поменять, и погода, и природа живет своей жизнью, и нам нужно только смириться с этим течением времен года. Но мы можем сделать ярче себя и создавать себе настроение. Купить яркий плащ или зонт, перчатки, куртку или сумку. Наш взгляд будет падать на яркие вещи и поднимать нам настроение. Необходимо уйти от привычки осенью носить черно-серые вещи. Хотя я допускаю, что это очень практично. Хорошие идеи. Обязательно попробую внедрить этот совет в свою жизнь. А что еще может помочь справиться с нехваткой солнца и тепла? Солнца очень не хватает в осенне-зимний период, особенно в нашем климатическом поясе. Поэтому искусственное солнце мы создаем себе тоже сами. Включаем дома с раннего утра яркий дневной свет, а на работе тоже нужно обеспечить себя максимально ярким светом. Он стимулирует работу мозга и дает прилив энергии. Осенью также заканчиваются отпуска, школьные и летние каникулы. То есть происходит существенная смена ритма в жизни. И человек приступает к интенсивному режиму учебы или работы. Что вы порекомендуете нашим телезрителям? Как настроить себя на новый ритм жизни? Здесь я рекомендую дать себе щадящий режим деятельности после отпуска или каникул, насколько это возможно. Нужно помнить, что забота о себе – это только наша с вами ответственность. Осенью меняется наш режим питания. Снижается количество овощей, фруктов, ягод. Это тоже влияет на наше состояние. В осенне-зимний период необходимо принимать витамины только после консультации с лечащим врачом. И осенью мы снижаем свою активность, меньше гуляем, не выходим на природу, потому что сыро, грязно, дует ветер. Меньше ходим в гости, больше смотрим телевизор, зависав в социальных сетях. Это также способствует обострению плохого настроения. Полностью с вами согласна. Как побороть в себе лень и настроить на более активный образ жизни? Здесь нужно выработать все-таки план посещения мероприятий, спортивного зала, выход в гости, прогулки, когда позволяет погода. И если есть возможность, то я рекомендую выезд в другие страны, где летом еще разгаре. Кстати, есть и неочевидные причины осенней хандры. Каковы же они? Например, если у человека был долгие годы негативный опыт обучения в школе, в колледже или в институте и возвращение в учебное заведение осенью было для него обучением, то впоследствии уже во взрослом возрасте осень может сопровождаться внутренним напряжением, потому что тело помнит эти ощущения и автоматически их включает, несмотря на то, что этот период уже позади. Я думаю, что с первым снегом, с наступлением новогодней суеты осенняя хандра обязательно отступит. Екатерина, спасибо вам за полезные советы. Начнем действовать уже сегодня и менять свое настроение. Спасибо, Диана. Уважаемость у Жани. До встречи в следующих выпусках. Это была программа «Кофе с психологом». До встречи в следующих эфирах. Пусть каждый ваш день будет позитивным и солнечным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова